Всем привет, с вами Priya. Сегодня поговорим немножко о припатче, а именно о тех наградах, которые ждут нас в его время действия. Что такое припатч? Давайте определимся заранее. Припатч это обновление перед патчем, то есть перед дополнением, перед Shadowlands. Shadowlands выйдет 27 октября. Число довольно-таки хорошее, приятное для выхода нового дополнения. И припатчи обычно выходят за несколько недель до выхода дополнений. 3-4 недели. Хорошая дата для выхода припатча в текущий момент это 30 сентября. Потому что сегодня у нас 15 сентября, если бы припатч был 23, то анонс скорее всего уже был бы. Так как анонса нет, то скорее всего до 30 сентября выйдет припатч. И у нас будет примерно месяц с целью того, чтобы получить абсолютно все награды. Первая награда, которая нас будет ждать, это сетик. Сетик тканевый, кожаный, кольчужный, платный для альянса. Также для арды. Тканевый, кожаный, кольчужный, платный. Интересные сеты. Мы их уже видели в игре. Это сеты, которые давались во время старта фронта на Горья Арате. Также эти сетики были в первом сезоне Battle for Azeroth. То есть ничего такого инновационного. Но с целью того, чтобы пододеть твинков, это довольно-таки неплохо. Там будет 100-итм левел на таких вещицах. И каждая вещица будет стоить 15 баджей. Всего у нас 9 слотов экипировки. Шлем, плащ, плечи, нагрудник, запястье, перчатки, пояс, ноги, ботинки. 9 на 15. 100-35 баджей. Это интересно на трансмог, это интересно на твинкам. Да и все, пожалуй. Также баджики можно потратить на спасительную метлу. Эта метла будет очищать городок от Void Zone, которые оставят в Урдалаке во время припатча Shadowlands. Метла будет стоить 15 баджиков. Ну и также питомец под названием Клетворный Упырь. Упырь будет стоить 20 баджей. Мы прекрасно знаем модель этого питомца. Они бегают по ледяной короне, эти мопцы. Ну и также по цитадели ледяной короны. В самом рейзе есть эти мопцы. Что еще по наградам? Новейшая папина сумка на 34 ячейки. Довольно-таки приятно. То есть с целью того, чтобы увеличить, так сказать, свои места в сумочках. Можно дропнуть эту сумку. Не то, что можно, нужно ее даже дропнуть. То есть отказываться от сумки на 34 ячейки, это глупо, наверное. Ну да. Новейшая папина сумка, она будет дропаться с боссов Нордс Холла. То есть в тот момент, когда с тортами от припатч, можно будет открыть карту. И на этой карте черепками будут отмечены боссы. Убивая их, мы будем лутать различные награды. Кстати, о наградах с этих боссов. Можно будет полутать проклятый сувенир еще дополнительно. Проклятый сувенир это итем, который подобен мучительным воспоминаниям. То есть введением в игру проклятого сувенира полностью убивается раритетность мучительных воспоминаний. Это печально, это действительно грустно. Я не знаю, припатч Шетоу Лэнса это просто убийца раритетности абсолютно всего. Сет? Похож. Мучительные воспоминания с проклятым сувениром? Похожи. Что дальше? Окей. Дальше веселее. Что у нас еще получается? Различные итемы, которые берут свое начало от боссов в CD Ледяной Короны. Но это ладно, это так мелочи. И все получается. То есть чего-то прям такого инновационно нового, ну чуть-чуть можно увидеть, да, окей. Те, кто, например, недавно начал в эту игру играть, да, им это будет интересно. Это будет действительно классно. То есть полутать новейшую сумку, полутать какие-то итемы, которые там раньше были актуальны во времена ЦЛК. Ну, например, можно полутать крохотное поганище в колбе. Колба с мерзоцида. Вау, это же круто было. Ну, не то, что воля, но все же. А так, ну, есть интересные награды просто. И все на этом, пожалуй. Можно зайти в любой день и буквально за там, не знаю, часов 5 чистого времени абсолютно все пролутать. Ну, окей. Самое главное, самое эпичное, что нас ждет во время препатча Shadowlands, это то, что в ледяной короне будет измененное небо. Ради этого стоит поиграться. Действительно. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Также не забывайте о совместных рейдах в Бзда за ледяным шквалом. Время кончается. Даже оповещение на почту пришло касательно этих маунтов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова